Здравствуйте! Говорят, что если хочешь изменить мир к лучшему, начни с себя. Со своего двора, подъезда и, главное, со своего отношения к жизни. Можно, конечно, ждать, что кто-то другой покрасит детскую площадку или посадит цветы. А можно взять организацию процесса в свои руки и собственным примером вдохновить соседей на подвиги. Хабаровск регулярно занимает первые строчки в рейтинге самых благоустроенных городов России. В этом администрация краевого центра видит и несомненную заслугу местных жителей. За последние 10 лет число хабаровчан, меняющих город к лучшему, значительно возросло. Начинают они, как правило, со своего двора. После дождя в этот двор нельзя было выйти без сапог, чтобы сесть в машину. Все заливало. То есть мы сделали ливневые канализации, мы перестелили двор, сделали благоустройство придворовой территории, озеленили его. Виктор Величко сам себя называет местным домовым. Руководство над домом на улице героя доманца Ивана Стрельникова он взял в свои руки несколько лет назад. С тех пор жильцы точно знают, на что идут ежемесячно собираемые суммы на содержание и ремонт жилья. Благодаря контролю над расходами и разумному распределению средств отремонтировали подъезды и установили в них видеонаблюдение. Картинку с камер периодически используют в своей работе сотрудники полиции. Был такой у нас неприятный случай. В первом подъезде у бабушки-инвалида вырвали сумку. Перед тем, как в лифт заходить, полиция, по-моему, в течение трех дней нашла. Еще один дом в Краснофлотском районе, неоднократный победитель городских грантов и конкурсов, славится своим двором благодаря Надежде Киреевой. Неукротимая энергия председателя МКД заряжает всех местных жителей. Я вот, когда начала заниматься домом, я так подумала, ну если не я, то кто? Ну как бы и у меня получилось. Люди откликнулись, люди замечательные. Начали с того, что очень много было посадок сделано. Я прямо каждого спрашивала, вы на дачу едете, а у вас многолетние есть, а вы можете привезти, а деревья можете привезти, ну давайте посадим. Стараниями Надежды Киреевой и ее единомышленников за несколько лет двор на улице Трехгорной 60 превратился в цветущий уголок. Посидеть на одной из семи удобных скамеечек сюда приходят даже из соседних домов. Общение это очень много значит с людьми. Приходят другие, с других домов приходят, говорят, почему у вас так хорошо? Им нравится, у нас хорошая аура, потому что у нас народ добрый, доброжелательный. Все началось со скамеек. Чем больше скамеек, тем лучше, мне кажется, вообще будет везде. Программа формирования комфортной городской среды помогла не одному десятку хабаровских дворов начать вторую жизнь. Избавиться от ям и луж на проезжей части, обзавестись полноценными ливневками и тротуаром, примерить новый дорожный наряд. Затем дополнительно мы установили вот это леерное ограждение полисадничков, высадили вместо снесенных деревьев 20 молодых саженцев. Мы будем стараться, чтобы они прижились и сохранились. Кустарники решили садить. В планах у нас очень много по благоустройству. Дом не такой молодой, старенький уже дом. Сбор средств у нас небольшой, поэтому мы очень рады, что существуют всякие программы, конкурсные, гранты. Будем участвовать, продолжать. И у нас в студии сегодня руководитель Хабаровского регионального центра ЖКХ «Контроль» Владимир Сидоров. С ним и поговорим о том, как своими силами сделать наш город лучше, комфортней и экологичней. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир, мы сейчас увидели несколько приятных, позитивных примеров. Мне кажется, в каждом дворе есть такие инициативные люди, которые бы хотели что-то изменить, но, может быть, просто не знают, с чего начать. Чем ваш проект «Конструктор городской среды» может им помочь? Проект как раз и задумывался, как своеобразная палочка-выручалочка для людей, которые или делают свои первые шаги в активности, связанной с модернизацией жилого пространства вокруг себя, и для людей, которые уже активно участвуют в жизни своего дворового сообщества, знают, где находится их управляющая компания, знают, что такое гранты администрации города, знают, что такое конкурсы, которые сегодня проводятся. Проект сегодня создан для того, чтобы аккумулировать себе лучшие практики городского развития, к реализации которых приложили руку сами жители нашего города. Это могут быть технологии или просто порядок выполнения работ, и вещи, которые фактически всегда приходят с опытом. Мы сегодня ездим по управляющим компаниям, встречаемся с представителями советов многоквартирных домов, пытаемся эти небольшие зерна лучших практик собрать для того, чтобы люди, которые сегодня хотят изменить похожие проблемы у себя, могли на нашем сайте брать описание, брать техническую документацию, брать сметы, приходить к своей, в том числе управляющей компании и говорить, мы хотим вот так же сделать, чтобы у нас было чисто, красиво, светло, безопасно. В целом, проект направлен именно на это – дать возможность тиражировать лучший опыт инфраструктурного развития многоквартирных домов сегодня в нашем городе. А сколько всего будет вот этих вот точек на карте, этих позитивных примеров? На сегодняшний момент мы не ограничиваем наши точки, наши лучшие практики по каким-то фиксированным спискам. Это будут совершенно различные инициативы, которые реализуются сегодня как жителями самостоятельно. Это могут быть рекомендации по посадке определенных сортов растений, цветов, которые действительно цветут весь год, не требуют особого ухода или неприхотливы. Это могут быть дизайн-проекты лавочек, небольших архитектурных форм, детских площадок, которые и по цене, и по своей эксплуатации зарекомендовали себя как наиболее успешно именно в наших условиях. Мы надеемся, что практики, которые мы будем освещать в рамках проекта, позволят нам не только людей познакомить с самими технологиями, но и с инициативными группами и историей реализации этого проекта. Ведь мы понимаем, что сегодня реализация любого нововведения требует и бюрократического сопровождения, это и подготовка бумаг, согласований, это и требуется посещение инстанций для того, чтобы поставить тот же шлагбаум у себя во дворе. Мы здесь поможем людям сократить этот путь, не сделать те же ошибки, которые уже прошли многие люди в нашем городе, и сделать пошаговую инструкцию, как тот или иной процесс, востребованный, безусловно, во многих дворах, можно сделать сегодня гораздо быстрее и проще. Владимир, вот эти проекты и проекты, связанные с охраной окружающей среды, они находят поддержку со стороны команды мэрии? Сегодня мы у нас в городе сформировали, на мой взгляд, уникальную систему поддержки этих инициатив, не только общественных организаций, которые сегодня поддерживаются в рамках специальной программы муниципальных грантов, реализующихся на территории города, где любая небольшая общественная организация может подать заявку и получить финансирование на свой практически конкретный проект. Такую же поддержку сегодня получают и инициативы во дворах, инициативы людей активных, которые сегодня хотят преобразить пространство, в котором они находятся. Эти практики сегодня в Хабаровске достаточно хорошо реализованы, и уже многие муниципалитеты их сегодня заимствуют, потому что вот только в этом году будет потрачено 36 миллионов рублей на поддержку именно проектов, связанных с благоустройством дворовых территорий, созданием малых архитектурных форм. Здесь и проблемы экологии будут решаться, потому что сегодня многие очень территории, очень многие дворы совершенно преображают систему сбора отходов, закупают сегодня специальные системы, заглубленные, так называемые модули по сбору отходов, которые, конечно, многие проблемы решают. О проблеме раздельного сбора отходов наш следующий сюжет. Давайте посмотрим. Это какое? Пластмассовый или стеклянный? Пластмассовый. Вот сюда. Молодцы. Учить соблюдать чистоту необходимо из детства, уверены хабаровчане. Детские сады в форме игры показывают ребятам, что поддерживать порядок очень просто. Польза же от этих уроков налицо. Мы стараемся в игровой форме приучить детей не только к гигиене, дисциплине, но и также к домашнему обиходу. То есть все детки живут дома правильно, чтобы детки учились с детства, приучались убирать за собой, что надо мусор не разбрасывать, а сортировать. Мы идем гулять на прогулку. Вот у нас, ну, детки маленькие, естественно, где-то сопельки, где-то кондиционер там. Мы всегда салфетки бумажные с собой носим. Вы знаете, у нас детки бегут, а как, а как, а надо убрать. То есть они уже понимают, что на улице мусор валяющийся. Это нехорошо, это некрасиво. Взрослые хабаровчане не отстают от своих маленьких земляков. Николай Михайлов уже больше года соблюдает гигиену мусора, заботливо раскладывая отходы по контейнерам. Освободилась бутылочка, убрала, бумажка также ненужная собрала. Так что никаких хлопот тут нет. Раздельный сбор мусора уже давно является неотъемлемой частью культуры ряда европейских государств. Наша страна старается не отставать от мировых стандартов. В городах России один за другим стартуют проекты, которые помогают улучшить экологическую среду с помощью переработки мусора. Система переработки позволяет существенно сэкономить бюджет, сохранить двор в чистоте и даже помочь благоустройству двора. Вывоз отходов происходит по мере заполнения контейнеров, что значительно облегчает работу управляющих компаний. Меньше стало грязи. Перестали у нас появляться животные, которые пользовались контейнерами. То есть это все чище, это лучше. Сэкономленные средства могут пойти на благоустройство того же двора. Очень часто мы проводим в нашем районе и во дворе праздники для детей. Также организуем субботники, которые потом с подарками, со сладким угощением. Все это детям очень нравится. Владимир, а что потом происходит с мусором? Он получает вторую жизнь или его безвозвратно утилизируют? На самом деле в Хабаровске создана одна из уникальнейших в России систем сбора, переработки отходов. Работа эта началась в далеком 99-м году. Совместно с Российским обществом охраны природы, совместно с нашими коллегами из городов-побратимов, был проанализирован действительно опыт очень многих стран. И все самое лучшее из этого опыта было реализовано в Хабаровске. Во-первых, был создан один из самых современных на территории России полигонов по утилизации отходов. Это то место, куда свозятся уже фракции, которые были отсортированы, мусор, который подлежит захоронению. Созданы на сегодняшний день в Хабаровске две суперсовременных мусороперегрузочных станции, которые позволяют не просто упаковывать и прессовать отходы, которые уезжают фактически на полигон. Он расположен практически за 60 километров от города. Это экономит, конечно, и деньги, и расходы на транспортировку. Но и на этих трансферных станциях, как их называют еще специалисты, происходит частичный раздельный сбор. То есть выборка из отходов компонентов полезных, которые могут сегодня послужить. В Хабаровске сегодня по разным цифрам от 10 до 14% всех отходов перерабатывается, образующихся в городе. Конечно, это практики, которые уже много лет в Хабаровске действуют. Они связаны и с раздельным сбором на самом жилмассиве, и на источниках, где эти отходы образуются. Давайте вернемся к вашему проекту «Конструктор городской среды». Скажите, а какие, собственно, практики туда люди могут заявить? То есть посадила бабушка цветы во дворе, и она хочет вот этим поделиться. Это тоже возможно? Да, безусловно. И такие инициативы тоже могут быть размещены на карте интерактивной проекта «Конструктор городской среды». Дело в том, что мы на сайте, который сегодня находится в завершающей части разработки, предлагаем гражданам самим размещать эти инициативы. И все, что они считают значимым, все, что они считают возможным к тиражированию, но только нужно быть готовим к тому, что если вы разместили инициативу, то через некоторое время к вам приедет автобус, из которого выйдут люди. Да, это одна из форм реализации нашего проекта, так называемые экскурсии познавательные. То есть фактически любая инициатива, набравшая достаточное количество заявок на ознакомление с ней, мы собираем этих людей, везем непосредственно на место, где был реализован тот или иной проект. Ну, это может быть все, что угодно, начиная от теплового пункта, заканчивая ремонтом кровли. Приехать и задавать вопросы. Потому что, естественно, любой проект такого уровня, он, конечно, предполагает и технические аспекты, и организационные, и финансовые. Поэтому мы такую возможность и участникам, которые делятся в рамках проекта своими идеями, и те, кто хочет их принять, тиражировать, мы такую возможность обмена даем. На самом деле у нас будет 17 категорий тематических, начиная от благоустройства, озеленения, безопасности. Сюда входят различные компоненты работы, процессов, которые могут осуществляться на многоквартирных домах, на прилегающей территории. И мы надеемся, что, конечно, этими 17 крупными блоками мы не ограничимся. Будут, конечно, здесь и исключения. Ведь мы прекрасно понимаем, что сегодня отрасль развивается. Люди находят новые формы взаимодействия. Это и прекрасная практика дворовых праздников, которую мы сейчас видим активно. Она позволяет не просто решать какие-то проблемы, например, проводить субботник, но и сплачивать коллектив дома. Ведь очень часто мы даже не знаем, кто наши соседи. Поэтому проект очень разносторонний. И мы надеемся, что он внесет свой вклад в развитие инициатив граждан в формировании удобной и комфортной городской среды. Это новаторский проект или что-то подобное в Хабаровске уже было? Да, проект, безусловно, новаторский. Мы, наверное, попытались взглянуть на то, что в городе проделано, и представить это немножко в другой форме. Потому что когда мы пытаемся сегодня понять, какая огромная работа была проведена за последние 10-15 лет, мы просто очень сложно этот опыт увидеть и оценить его масштаб. Поэтому интерактивная карта и точки, которые появляются на ней, с решенными проблемами, с нерешенными, он поможет взглянуть на, во-первых, на ситуацию, посмотреть, что мы умеем, что мы можем, что мы делаем хорошо, понять, что мы можем делать еще лучше, и попытаться самый лучший опыт распространить сегодня, конечно, гораздо шире. Спасибо, Владимир, что пришли к нам сегодня в студию. Напомню, с Владимиром Сидоровым, руководителем Хабаровского регионального центра ЖКХ «Контроль», мы говорили о том, как сделать жизнь в своем дворе, районе, городе лучше, своими руками. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова